Порядка 10 лет тимиртаусцы платят за вывоз мусора от 100 до 250 тенге с человека ежемесячно. Сумма, которая обходится за вывоз ТБО, частным фирмам, бюджетным организациям, а также жителям частного сектора, у всех складывается разная, так как она напрямую зависит от частоты вывоза. С 2005 года считалось, что рядовой житель многоэтажки в год выбрасывает 1,3 метра кубических твердобытовых отходов. В 2014 году городские власти эту норму решили пересчитать. Для этих целей из местного бюджета даже было выделено более 5,5 миллионов тенге. Между тем, работы по расчету до сих пор не были представлены местной власти. Для кого это поручение? Так не пойдет, ребята. Норма на комплине до сих пор мы не можем получить заключение палаты предпринимателей. А мы должны выносить у нас сессию масляха. Работаем по тарифам 2005 года. Конечно, это хорошо для населения, понимаете. Но предприятие-то не может составить инвестиционную свою программу, не может обновить свои мусорные баки, не может закупить технику. Всего одна, 21 единица техники у нас на весь город. По словам чиновников, на проведение всех исследований по вывозу мусора частной фирме из Караганды потребовалось больше года. Специалисты в зависимости от сезона взвешивали весь мусор, который выбрасывают тимиртаусцы. Лишь после этого они представили результаты своего исследования на проверку. Причем, по словам чиновников, представили они свой проект с опозданием. Позже масса вопросов к нему возникла и у палаты предпринимателей. Говорят, при проверке они выявили множество несоответствий практически по каждой представленной позиции. Количество абонентов данной организации, то есть по вывозу ТБО, 215 466. То есть фактически у нас, получается, жителей столько нет, сколько здесь абонентов у одной организации. Да, то есть это младенцев взять и всех остальных. То есть начинается все с этого. Потом начинаем идти дальше, соответственно, выясняется, что несоответствие идет по самим нормам, потому что мы сделали официальные запросы в ТСК, официальные запросы тем организациям, которые здесь прописаны. Выясняется о том, что, допустим, есть адреса, которых не существует. В связи с этим палата предпринимателей была вынуждена отправить проект на доработку. В итоге устранить все нарушения частникам удалось лишь в январе 2016 года. Сегодня документ находится на утверждении в городской палате предпринимателей. Мы получили отчет 29 января. Нам ИП Сарсенбаев принес этот отчет. Сейчас мы готовы, мы с ассоциацией вместе создаем рабочую группу и будем все приводить в соответствие. В течение 15 рабочих дней мы Акимобласти в рамках протокола обещали на селекторном совещании, что мы все сделаем, дадим заключение. То, что сейчас нас обвиняют, вы поймите, это серьезно. Завтра предприниматели увеличат ставки, либо кто-то еще, да, как бы, и, ну, кто-то в смету не уложится, кто-то еще. Потому что это очень, ну, это очень серьезно. Лишь после утверждения доработанного проекта с результатами исследований предстоит ознакомиться темиртауским депутатам. Именно они и будут утверждать новый тариф на вывоз мусора в городе. Уже известно, что норма накопления мусора на одного человека в темиртау вырастет с 1,3 кубических метра до 1,6. Следовательно, и тариф на вывоз мусора увеличится почти на 20%. Анна Калинина, Владимир Пороховой и Сергей Баданин. Новости темиртау.